Главе города докладывают о том, где и какие рекламные конструкции будут размещены. Новый курортный сезон Анапа встречает под новым брендом, оставаясь при этом главным детским курортом. Утром 10 июня тысячи самых юных гостей, подобно органавтам, отправятся за золотым солнцем Анапы. Юрий Поляков поручил обеспечить им максимально комфортные бытовые условия, начиная с питьевой воды. Мелочей на таком мероприятии быть не должно. Все необходимо продумать, начиная от электроснабжения, заканчивая встречей иногородних гостей. 2018-й – перекрестный год туризма в России и Греции. Поэтому в программе тема античного наследия России проходит красной нитью. Одноименный фестиваль откроется здесь, на площади перед городской администрацией. Фонтан превратится в сцену. С нее будет звучать греческая музыка, а вокруг откроется галерея работ гончаров, ткачей, резчиков по дереву. На улице Древней Горгипии вернется жизнь. Роль горожан будут играть актеры. Они будут заниматься повседневными делами, разделывать рыбу, ухаживать за домашними животными, просто гулять и общаться. Двери музея будут открыты бесплатно. Гости смогут не только стать зрителями, но и сами почувствовать себя жителями античного Причерноморья. Кроме того, впервые посетителям расскажут про золото Горгипии – украшения, которые находили в этих саркофагах. Многие впервые узнают, увидят, какое же золото у нас здесь нашли. То бывало у нас музей, они уже, конечно, видели наши вот эти замечательные саркофаги. И эту часть музей очень любят, он называется лапидарий, то есть музей под открытым небом. Все знают, что там что-то нашли в этих саркофагах интересно. Но что именно? Вот как раз посетители смогут увидеть, пусть, конечно, и на картинках, у нас не все представлено в наших экспозициях, потому что часть наших золотых предметов находится в московских музеях, музеи имени Фелицина в Краснодаре. И сотрудники все это расскажут о тайнах античного города. В течение дня на улице Горького можно будет отведать блюда национальной греческой кухни. Там же откроется винная деревня. С полудня у русских ворот будут формироваться бесплатные обзорные экскурсии, а уже вечером на театральной площади пройдет концерт «Искусство объединяет мир». В нем примут участие коллективы из города-курорта, а также ансамбль из Ларисы, побратима Анапы. Кульминацией праздника встанет выступление группы «Инь-Ян», а также праздничный фейерверк. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.